Всем привет! Сегодня готовим маринованные томаты черри на зиму. Несмотря на то, что сентябрь, помидор еще очень много. Все ингредиенты в описании под видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые вкусные рецепты. Собранные помидоры перебираем, отделяя их от плодоножки. Все поврежденные и треснутые помидоры откладываем в сторону, они нам не понадобятся. У меня получилось 600 грамм помидор. Промываем перебранные помидоры в холодной воде. Берем подготовленные стерилизованные банки. На выходе получаются 2 полулитровые баночки. Кладем на дно каждой баночки лист черной смородины. Несколько небольших веточек укропа ставим вертикально вдоль стенок банки. Можете использовать соцветия. Помимо веточек в банках, оставляем еще по одной веточке на каждую баночку положить сверху. Дольки чеснока очищаем и разрезаем на 2 части. Кладем в каждую банку по одному разрезанному зубчику. Наполняем наши банки помидорами до краев. Сверху помидор кладем по 2-3 горошка душистого перца. Заливаем баночки с помидорами кипятком до самого верха. Кипяток наливаем медленно и аккуратно в середину банки. Сразу же проверяем, чтобы банки не треснули. Оставляем залитый кипятком банки на 10 минут. Через 10 минут сливаем кипяток из банок в удобную кастрюлю. Добавляем в воду 1 столовую ложку соли. 1,5 столовые ложки сахарного песка. Отправляем маринад вариться на средний огонь. Помешиваем ложкой до полного растворения соли и сахара. Пока маринад закипает, кладем в каждую баночку по листику лаврового листа. После закипания маринад варим в течение 2 минут. В самом конце варки добавляем 1,5 ч.л. 9% уксуса. Маринад перемешиваем и снимаем с огня. Разливаем горячий маринад по баночкам. Льем маринад до самых краев банки. Сверху в банку кладем веточку укропа. Закрываем банки с томатами, стерилизованными крышками и переворачиваем на полотенце. То же самое проделаем со всеми оставшимися баночками. Чтобы быть уверенными, что вам точно хватит маринада, перед варкой добавьте 3-4 столовые ложки кипятка. В перевернутые банки укутываем полотенцем до полного остывания. Маринованные томаты черри готовы. Храним данные баночки в холодильнике или в прохладном месте в течение года. Такую баночку томатов вы сможете открыть уже спустя 2-3 месяца после маринования. Приятного вам аппетита! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые вкусные рецепты. Мне будет очень приятно!